Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова телерадиокомпании «Гомель» при поддержке АТН. Сегодня в Гомельской областной библиотеке имя Ленина отбылась встреча с ветераном Великой Айчинной войны Алексеем Пимановым. Вероприемство прошло с нагоды Дня оборонца Айчины в рамках культурно-информационного проекта «Гомель у особах». Алексей Пиманов в военные годы был бойцом-разведчиком от Рада специального призначения «Славны» Народного комиссариата внутренних справ. С момента своего творения в 1942 году спецатрат наводил на ворога страх. Пратызанская война, разведка и диверсии у тыля противника. Такими были основные задачи от Рада. Для взъединения Советской Армии от Рад с боями прошел полторы тысячи километров. На его рахунку десятки разгромленных ворожих гарнизонов, больше за 20 пущенных податхон фашистских эшалонов. Алексей Пиманов долучился до от Рада, когда ему исполнилось всего 16 лет. По чути циковой известки из его життя пришли больше 100 человек. Наученцы дорожно-будовничьего колледжа, лицея будовников и хороцкого кадетского училища. Этим отрядом руководил главный разведчик Советского Союза Павел Анатольевич Судоплатов, который работал вместе со Сталином. Вся разведка в его руках была. Что Сталин скажет? Посоветую, вот почему он заменит этот отряд. Запомнился мне день победы у Кенисберге. Ну, там рядом, в Кенисберге. Радость, счастье, стрельба. Ой-ой-ой, всех обнимаем и нас обнимает целыми. Но радость была неимоверная, потому что такой радость редко, когда бывает. Служить родиме Алексей Пиманов протягнул и у мирный час. После войны скончил Воронежское авиационное училище и отдал службе у авиации больше, как 30 годов. Сегодня полковнику отставцы шмат часу присвящаясь устречам с молоддю и патриотичному выхованию. Протягиваем выпуск. Рабочая Гомельская дворцово-парковая ансамбля сегодня одновляли бетонную агороджу территории комплекса. Ее напереда дни знёс 37-годовый водитель с Будака Шалёвского района. Вось кадры из места здарения. Здымки были зроблены напереда дни у ночи. А полове первой годины водитель автомобиля марки Альфа Ромео на великой худкости проскочил поворот на улицу Комиссарова и поехал на территорию парка. Спрыт шумахера спынила бетонная агороджа, у вынеку сутыкнение с якой автомобиль отрымал шмат пашкоджанев и повис на металличной расшотце. Водителя вытягивали с салона авто при допомозе спецродка у МНС. Далей разом с двума пассажирами и он был шпитализованный. Як высветлилась, водитель не з'является уладальником пашкоджанах ауто. Отсутствовал техосмотр. Автомобиль принадлежит жителю Минской области. То есть не на наших номерах. Их это не один издарения, что отбылося на минулых выходных. Трагично скончился наезд на 50-ти годового пешахода на улице Барыкина у Гомели. На пешаходном переходе у темный час суток мужчину сбил водителя автомобиля марки Субару Лехаси, який рухался со значным перевышением худкости. У вынеку наезду пешаход загинул на место здарения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 417-317 Главного кодекса Республики Беларусь. То есть невнимательность, скорее всего, водителя, а в то же самое время невнимательность пешеходов. В Гомельской области за пошние 4 дни повеличилася колькасть загинувших на пожарах людей. Об этом поведомляют супрацовники регионального управления МНС. Так, увезцы Мялешковича и Мазырского района на пожары загинули одразу два же хары гэтага населенного пункта. Коли вратовальники прибыли на место здарения, дравляная хата была полностью охоплена полымя. 60-ти годового господара дома уладанни литерально за огню вытягнули суседи, а его 87-годовую мать – супрацовники МНС. Медицинская допомога потерпелым не спотребилася, або два трутилися продуктами гарення и отримали несумещальные с житем опеки. Причины здарения высветляются. Участили случаи гибели на пожарах именно людей пенсионного возраста. Причины разные абсолютно – это и нарушение эксплуатации печного отопления и неосторожное обращение с огнем при курении. В связи с этим хотелось бы обратиться к людям, чьи родственники, родители проживают в сельской местности. Обратите внимание их на обеспечение пожарной безопасности своего домовладения, установки автономного пожарного извещателя, который способен путем подачи мощного звукового сигнала предупредить человека о надвигающейся опасности, покинуть жилое помещение и сообщить спасателям. За выходные дни пожары, на яких загинули люди, отбылся так само у Гомелии, Будакашалевским, Речицким и Брагинским районах. Их ахвярами стали 5 человек. Основные причины трагедии – порушение правилов эксплуатации пятного отепления и электронагровальных приборов, курение в нетверозом стане. Экологи закликают прийти на допомогу природе. Амаль на 50 водоемах Гомельской области означается «замор рыбы». Что можно сделать для выправления ситуации? Доведался Алексин Серову. Сколько рыбы гинут по час замору, докладно наплыва не видит никто. У рыбки шмат залежит от самого водоема, а если толщина леда 35 см и 20 см снежного покрова, кислород в воду не трапляет. Ситуация с замором рыбы характерна только для водоемов. На рыбках зараз ничего подобного не отбывается. Экологи кажут, что недзепростый день становится повидно нормализоваться. Но за эти дни может загинуть шмат рыбы. Основная причина – недохоп кислороду. На некоторых озерах его концентрация в 4 разы меньше нормы. Когда сверху не трапляет кислород, а снизу идет активный процесс гниения рослин, рыбе приходится совсем непросто. Вода поднялась до наступления замерзания льда и затопила прибережную растительность, высшую, которая начала гниться. Возникла ситуация резкого снижения кислорода в связи с отцеплением и возникновение предзаморной ситуации на водоемах в Гомельской области. У Вогли такая ситуация для Гомельчины не редкость. А тому, что робить экологи ведусь добро, неча справа, что властными силами им просто не справиться. А тому основное сподевание на местовые органы улады. У Витковским районе, например, райбаканкам вратовая рыбу в взаимодействии со специалистами Министерства по назначенных ситуациях, у опошников, сразумела, шмат и своих задач, а леудопомозе по вратованию природных ресурсов, яны не отмовили. У районного отдела МЧС есть свои поставленные сдачи, но они подходят к этому вопросу серьёзно и помогают нам на решении данной проблемы. Вода и самый действенный способ насыщения воды кислородом – аэрация. Особливых затрат она не по трабое, а ли ситуацию с оправдой нормализуем. Водоём, площадь у полгектара, насыщается кислородом прикладно за три годины. Способ меньше эффективный, а ли так само надейный. Высекание у лёдей специальных ям, яке дозволяючь рыбе дыхать. По отдаденных областного комитета природных ресурсов и охованного комитета природных зараз на Гомичине наличивается около 50 водоёмов, где склалась несприяльная ситуация. В связи с чем, экологи навык объяснили огоньнообразную акцию. Дадим рыбе вздохнуть. Принять удел может каждый небояковый человек. Мы на сегодняшний день режем лунки, накрываем соломой для того, чтобы обеспечить доступ кислороду в эту воду и увеличить количество его. Для того, чтобы рыба не погибла. Олег Сентяров, Валерий Копанько, телерады компании Гомель. Сегодня распачался масляничный або сырный тыдень, а пошли перед Великим постом. Царква в этот час продписывая отмовиться от мясной ежи. Можно уживать сыр и иншие молочные продукты. Кожный день масляничного тыдня мает свою назву, традиции и правилы. На протяге у всех семи дён принято ладить гулянь, ходить у гостей, веселиться и, зразумело, пячи блины. Кульминацией тыдня з'является дарованная неделя, кали принятого у всех просить пробачения. А пошли день завершают с традиционными проводинами зимы и спальванием яе пудела. У Гомеля масляницу будуть святковать 25 и 26 лютого. Выглядели информационный выпуск телерады о компании Гомель. У студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам добрых новинов. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова